Книжная полка Мы расскажем об открытии выставки в музее Пушкина, посетим ночные литературные площадки столицы, расскажем о книжных курьезах, в беседе за чешкой чая о современной литературе, ну и, конечно же, наш традиционный литературный календарь. Итак, начнем листать. На прошлой неделе в Москве прошла не только акция «Ночь в музее». Культурные центры отмечали Международный день музеев. В свой праздник каждый просветительский центр готовил свою необычную программу. Мемориальная квартира Александра Сергеевича Пушкина на Арбате подготовила для посетителей сюрприз, пусть и небольшой, зато ценный. Новая выставка приурочена к памятной и важной для культурной общественности дате – к 180-летию со дня рождения Марии Александровны Гартунг в девичестве Пушкиной. Для музея это событие важно прежде всего тем, что именно в доме на Арбате и началась семейная жизнь Александра Сергеевича. Сюда привез молодую жену после венчания поэт. Поэтому сотрудники музея считают своим долгом и честью отмечать юбилей детей Пушкина и Гончаровой. Тем более, что дети на протяжении всей жизни с честью и достоинством носили данное им с рождения имя. Мария Александровна была первым ребенком Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой. Она родилась 19 мая 1832 года. Родители безмерно любили своего первенца. Пушкин, даже глядя на свою дочку, говорил, что это точная литография с его особы. Она получила домашнее образование. В 9 лет она свободно читала и говорила по-немецки и французски. Позднее Мария Александровна училась в привилегированном Екатерининском институте, а после его окончания стала фрейлиной императрицей Марии Александровны, супруги Александра II. На мини-выставке в мемориальной квартире Пушкина на Арбате представлены уникальные вещи, связанные с жизнью Марии Александровны. Судьба этой женщины, так же, как и судьба многих людей, была порой трагическая, сложная, но, несомненно, интересная. Прежде всего, хотелось бы сказать, что Мария Александровна была замечательным человеком. Она очень хорошо рисовала. И в нашей витрине представлен рисунок, который выполнен ею еще девицей. В апреле 1860 года, в возрасте 28 лет, Мария Александровна вышла замуж за Леонида Николаевича Гартунга, генерал-майора, управляющего императорскими конными заводами в Туле и Москве. Через 17 лет он погиб. Его несправедливо обвинили в хищении, и на суде он застрелился, оставив записку. Я ничего не похитил, и врагам моим прощаю. Гибель мужа стала ударом для Марии Александровны. В одном из писем родственникам она писала. «Я была с самого начала процесса убеждена в невиновности, в тех ужасах, в которых обвиняли моего мужа. Я прожила с ним 17 лет и знала все его недостатки. У него их было много, но он всегда был безупречной честности и с добрейшим сердцем. Умирая, он простил своих врагов. Но я, я им не прощаю». После трагической гибели мужа Мария Александровна осталась без средств к существованию и вынуждена была проживать у своих родственников, близких и знакомых. «Очень часто Мария Александровна проводила лето в Лопасне. Это усадьба, где долгое время жил Александр Александрович Пушкин, старший сын Пушкиных. Она воспитывала его детей, потому что он тоже достаточно рано овдовил, и у него осталось 11 детей». Мария Александровна принимала активное участие во всем, что было связано с ее отцом и памятью о нем. В 1880 году она присутствовала вместе с братьями и сестрой на открытии памятника Пушкину в Москве. Долгие годы она потом приходила к этому памятнику на Тверской и часами сидела возле него. Поэт Николай Доризо посвятил ей строки. «Во всей России знать лишь ей одной, ей одинокой седенькой старухе, Как были ласковой и горячей порой вот эти пушкинские бронзовые руки». Мария Александровна была попечительницей городской аудитории читальни, которых была открыта 2 мая 1900 года в Москве. До сих пор эта библиотека существует и носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Мария Александровна прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 87 лет. На ее доле пришлось сложное время революции. В эти годы она очень трудно жила. Где-то за год до ее смерти по ходатайству наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского ей впервые выдали пенсию, но воспользоваться ей она так и не успела. Среди представленных на выставке вещей книга, на первый взгляд, не связанная с семьей Пушкина. Это роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Дело в том, что по воспоминаниям современников Толстой писал Анну Каренину именно с Марией Александровной Гартунг. Причем первоначально его героиня даже носила фамилию Пушкиной. На известном портрете Мария Александровна изображена жемчужным ожерельем, доставшимся ей от матери, и гирлянды Анютина глазок в лосах. В романе же автор так описывал Анну Каренину. Анна не была в лиловом. На голове у нее в черных волосах, своих, без примеси, была маленькая гирлянда Анютиных глазок, и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивающиеся на затылке и висках. Наточенной крепкой шее была нитка жемчугу. Так писатель на века запечатлел образ дочери первого русского поэта. Открытие выставки продолжил концерт лауреата второго международного конкурса фестиваля молодых музыкантов-исполнителей под названием «Ночь в Мадриде». Классические произведения Моцарта, Брамса, Листа, хорошо знакомые этому дому еще со времени жизни поэта, прозвучали как дань памяти золотому веку русской литературы и культуры. Акция «Ночь в музее» вот уже шестой год подряд проходит в Москве по образцу главных европейских столиц. С вечера город устремляется в поток самых разнообразных экскурсий, перформансов, концертов, уличных флешмобов. Организаторы постарались, чтобы каждый желающий смог в эту ночь найти что-то невероятно удивительное, интересное и запоминающееся. Для музеев это отличный способ выразить свою концепцию, подтвердить современность и востребованность экспозиции. За шесть часов москвичи имели возможность посетить огромное количество площадок, тем самым устроив себе поистине ночь просвещения. А экскурсоводы и специалисты освещали путь ко всему новому. Посетители открывали для себя музеи заново. Тем более, что во время акции любой вход и экскурсия бесплатны. То есть для любознательных все дороги открыты. Этой загадочной и познавательной ночью наша съемочная группа побывала в нескольких литературных центрах. Место для создания музея Владимира Высоцкого в свое время выбрали безошибочно. Дом стоит на склоне обрыва, как в песне. Всеми окнами обращен во враг, а воротами на проезжий тракт. Именно на проезжий, хотя и тупик. В этом месте сохранился образ старой Москвы, которую он любил и описывал в творчестве. Сейчас дом Высоцкого на Таганке – это культурный и научный центр. Сотрудники занимаются сбором и изучением материалов, отражающих жизнь и творчество Владимира Высоцкого. Двери музея открыты для всех, кому дорого имя поэта, его стихи, песни и роли. В ночь музеев посетителей ждала увлекательная и подробная экскурсия по музею. Экскурсоводом была Людмила Владимировна Абрамова, вторая жена Владимира Высоцкого. Кому, как не ей, лучше всего знать жизнь этого удивительного человека. Хотя рассвет творчества Высоцкого приходится на совершенно иную эпоху, его песни и стихи до сих пор притягивают людей разных поколений, в том числе и молодежь. Жизнь Высоцкого – это творческий путь человека, который до последней капли отдал себя искусству. Его талант озвучен в его песнях, скрыт в его стихах, оставлен на сцене театра и в кинематографе. Его яркая индивидуальность настолько очевидна, что подражать ему еще не удавалось никому. Это очень ценят его современные поклонники. Поэтому слова Высоцкого «Я, конечно, вернусь весь в друзьях и мечтах» в «Ночь музеев» звучит как пророчество. Среди самых посещаемых мест в «Ночь музеев» стал гуманитарный центр «Преодоление» имени Николая Островского, который расположен в центре Москвы на Тверской улице. Этот дом сам по себе памятник архитектуры. Он был построен русским зодчим Матвеем Казаковым для вдовы статс-секретаря Екатерины Великой Екатерины Ивановны Козицкой. В 1820-е годы в этом доме жила княгиня Зинаида Александровна Волконская. Она еженедельно устраивала литературно-музыкальные вечера, которые посещали многие знаменитые ее современники. Среди них Александр Сергеевич Пушкин, Василий Андреевич Жуковский, Евгений Абрамович Боротынский, Петр Андреевич Вяземский. Отсюда же в 1826 году уезжали в Сибирь к ссыльным мужьям-декабристам Екатерина Ивановна Трубецкая и Мария Николаевна Волконская. В конце 19 века особняк принадлежал купцу-миллионеру Григорию Елисееву. Значительную часть здания он отвел под магазин, который сохранился до наших дней под именем своего первого владельца Елисеевский. В другой части дома находились меблированные комнаты. Здесь Максим Горький читал свою пьесу «На дне», Федор Иванович Шаляпин и Леонид Витальевич Собинов пели для друзей. После революции 1917 года часть дома была отдана под квартиры. В 30-е годы в одной из них жил писатель Николай Алексеевич Островский, автор книг «Как закалялась сталь» и «Рожденные бури». Это первый и последний квартир в его жизни. Квартира необыкновенная, очень высокие потолки, очень много воздуха, простора. Рабочий кабинет, необычный рабочий кабинет, кровать. Максим Горький назвал жизнь Николая Островского живой иллюстрацией торжества духа над телом. Ведь целых 9 лет этот человек был прикован к постели, был слеп, но под диктовку писал роман. Он скончался совсем молодым в 32 года. Его жизнь – это образец мужества и умения побеждать смерть. Дух преодоления смерти ощущается во всей экспозиции культурного центра. В традиции музея – внимание к творчеству людей, попавших в экстремальные жизненные ситуации, ставших примером невероятного преодоления испытаний. Традиционно каждый год мы участвуем в этой акции и стараемся, чтобы из года в год разнообразить нашу программу, стараемся, чтобы нашим посетителям было здесь комфортно и интересно. Сегодня в нашей программе, я думаю, мероприятие, которое будет интересным для всех категорий посетителей. Экспозиция культурного центра воссоздает отдельные страницы 200-летней истории дома и прежде всего отдает дань великой истории Отечества, мудрости и чаяниям нашего народа. Центр обращается ко всем, кому дорога память, высокая нравственность и подвиг поколений. Поэтому сотрудники не могли обойти стороной 200-летний юбилей победы русской армии в 1812 году и представили посетителям выставку «Война и Лубок». Знаменитые лубочные картинки получили большое распространение и не утратили своего значения и в наше время, ведь в них общая для истории и современности военная тема и патриотизм. Тема подрастающего поколения, тема детства актуальна во все времена, и образ детства в разные годы разный. Именно перед пионерами была поставлена задача активного внедрения в социальные пространства. Они должны были участвовать в истории и попытаться изменить ее. Выставка «Мир детства в потоке истории» рассказывает о пионерском движении в СССР как о своеобразном культурно-историческом явлении. Ведь именно в 20 веке происходит осознание детства как феномена, обладающего самостоятельной ценностью. Детские пионерские объединения позволили ребенку совершать свой выбор пути становления в обществе. Выставка показывает исторические этапы развития пионерского движения в СССР и преемственность его традиций детскими организациями современной России. Осмотр этой экспозиции дает нам надежду на то, что лучшие традиции детского движения нашей страны мы сможем использовать в будущем. Сегодня они уже используются во многих детских организациях и в тех пионерских организациях, которые сейчас воссозданы после развала Советского Союза в нашей стране и в странах СНГ. Вниманию посетителей уникальные экспонаты. Журналы, барабан и горн, знамена первых советских пионеров, значок тимуровцев, книги, грамоты вожатых и все атрибуты детской советской повседневности. Каждой эпохе свойственна своя стилистика, в том числе и особый неповторимый образ детства. И в год истории внимание к этой проблеме особенно актуально. Насыщенная атмосфера мистической литературы в ночь музеев ждала посетителей в доме Гоголя. Эффектная программа была запланирована в самой экспозиции. Это интерактивные представления. Рядом с подлинными историческими предметами и произведениями искусства символические инсталляции, которые оживляли обычные предметы и разыгрывали воображение. В каждой комнате особенный ведущий предмет, который выражает акцент в жизни и творчестве писателя. Чемодан путешествий, конторка для письма или посмертная маска. В сумерках подобные методы создают неповторимый дух мистики и волшебства. Помогают проникнуть в творческий мир писателя без слов и лишних объяснений. Образы и метафоры в деталях интерьера позволяют достигнуть даже эффекта присутствия среди мистических и реальных персонажей Гоголя. Чем характерны это мероприятие? Прежде всего, временными рамками. Да, вы можете сходить днем с классом в музей, с учительницей, со своей мамой и так далее, со своей семьей. Но чтобы прийти в музей ночью, тем более в такой дом, как усадьба Толызина Толстого, Гоголь сам загадкой, еще вот такое время вечернее, безусловно, это привлекает многих-многих людей. В ночь зал библиотеки музея Гоголя оживил творческий вечер актера театра и кино Александра Георгиевича Филипенко в поисках живой души. Разгадка творчества Гоголя заключена в парадоксе. Понимание живой души у него можно обнаружить в поэме «Мертвые души». С каким-то неопределенным чувством глядел Чичиков на дома, стены, заборы улицы, которые также со своей стороны, чуть подскакивая, медленно уходили назад, и которые, Бог знает, судила ему участь увидеть еще когда-нибудь. Хотя этот дом никогда не принадлежал Гоголю, это место с ним тесно связано. Это самое долгое пристанище писателя в Южной столице. Старый особняк хранит память о последних годах жизни писателя. У него это одно из самых таинственных и мистических мест Москвы. Во-первых. Во-вторых, это историческое и архитектурно интересное место. Потом я знала, что здесь будет читать Филипенко, а потом я знала, что здесь будет петь казачьихов. И предчувствую меня не облагу. В ночь музеев здесь ожили не только музейные залы, но и сами герои. Паночка, Солоха и, конечно, казаки, которые порадовали посетителей казацкими песнями и танцами. Вот он угуляет, как так молодой. Если честно, я впервые участвую в акции в ночь музеев. И совершенно случайно попал вот именно сюда, в Гоголевский дом. Честно говоря, я просто потрясен тем, что здесь мы создали. С казачьих хор, ну просто сейчас вот слушаю, настолько нравится. Действительно, такие мероприятия, как ночь музеев, дают некий импульс культуре и просвещению. В желании сделать программу интересной, полезной, насыщенной, музеи пытаются создавать что-то новое, представлять интересные культурные находки и подниматься на новый, современный уровень. В этом году в акции ночь музеев приняли участие около 150 московских музеев, театров, галерей и других площадок. По сравнению с предыдущими годами, культурная бессонница становится более популярной не только среди посетителей, но и самих музеев. Сегодня искусство книги не является столь популярным, как раньше. Возможности современных типографий позволяют выпускать книги миллионными тиражами, тем самым делая конечный продукт дешевле. А вот раньше к изданию книги подходили тщательнейшим образом. Для оформления книги использовали драгоценные металлы, самоцветы, дорогие материи. Словом, само издание делали произведением искусства, не говоря уже о содержании. Однако порой книгоиздатели шли по нетрадиционному пути. Форму книги могли сделать концептуальной, неординарной или даже практичной. Так рождались книжные курьезы. В нашей рубрике «Книги и судьбы» мы расскажем о некоторых из них. Если кто-то считает, что книга – это всего лишь традиционный томик из бумаги, он ошибается. Иногда дизайнерам приходит в голову создать что-то, выходящее из рамки обыденной фантазии. Тогда на свет появляются настоящие книжные шедевры, удивляющие читателя. Они по своему виду отличаются от стандартов, к которым мы привыкли. Однако такие книги появились не только в последнее время. Подобные издания выходили еще в далекие средние века. Например, в Московском музее книги хранятся экземпляры в оригинальности, ни в чем не уступающие современным. Книга Мартина Лютера XVI века. Она представляет собой оригинальную конструкцию из двух книг с общей крышкой. Причем верхние крышки открываются в противоположные стороны. Другое немецкое издание XVI века объединяет под одним четырехсторонним переплетом целых шесть книг. Три молитвенника, выдержки из Евангелия, 52 духовные песни и христианский календарь. А книга-турнели XVIII века очень похожа на современные книги-обманки. Эта книжка под названием «Теологические толкования о воплощении пророческих снов». Превращена в футляр для бутылки и двух стаканов. В музее также хранится венгерская книга начала XX века в форме консервной банки. А также книга-шутка, которая называется «Поэзия нуля». Она сделана калининградским художником Григо для болгарского фестиваля юмора в 1983 году. Впоследствии художник подарил ее музею. Экспериментировали также и с размерами. К примеру, «Олимпийская клятва на семи языках», изданная в Мюнхене в 1964 году, имеет размер 6 на 6 миллиметров. А прочитать ее можно лишь через лупу. Да и хранить подобную книгу нужно тщательно, потому что риск потерять ее велик. А вот другую книгу, наоборот, спрятать крайне сложно. Географический атлас великого курфюрства Вильгельма I Бранденбургского имеет высоту с человеческий рост. А фоксибельное воспроизведение этого издания, которое находится в музее книги, является лишь уменьшенной копией. Подобные книги правильнее отнести скорее к изобразительному искусству, так как читать их крайне сложно. Но они могут послужить хорошим подарком для любителей литературы. К тому же, такие издания подходят для выставок и книжных фестивалей, которые так популярны сегодня. Ведь любой человек, который собирается провести ночь в музее или библиотеке, хочет столкнуться с чем-то необычным и занимательным. За века общество изменилось очень сильно. Менялись люди, их мировоззрение, изменялся быт. Искусство всегда являлось зеркалом эпохи, параллельно развиваясь с общественным сознанием. Те или иные творцы то находились на острие революции, то своим мудрым словом умеряли гнев толпы. Об идеалах в современной литературе, о развитии писательского мастерства и о событиях, окружающих один из древнейших видов искусства, в беседе «Зачешка чая». Сегодня в гостях у нашей программы доцент кафедры литературы Московского гуманитарного педагогического института, сотрудник журнала «Знамя», литературный критик Евгений Вежлян. Добрый день. Здравствуйте. Писатели в своих произведениях зачастую придерживаются неких идеалов, и у нескольких авторов в рамках одной эпохи прослеживается порой некоторая общность. Вот если говорить о современной жизни, к каким идеалам стремятся современные авторы? На самом деле вопрос этот довольно щекотливый, потому что в России традиционно литературный лагерь, скажем так, он традиционно неоднороден. И со времен западников и славянофилов все русские литераторы так или иначе распределяются на условных западников и условных славянофилов, то есть на людей, которые настроены, так сказать, более прогрессистски и прозападно, и на людей, которые настроены более консервативно, ну и, скажем так, направлены на традиционные ценности. И в этой связи, да, и у нас тоже, вот если брать, например, литературные журналы, да, у нас есть журналы, ну такие, как «Наш современник», да, которые, условно говоря, являются такими, ну, скажем так, патриотически-консервативными, да, и журналы так называемого «либерального толка», да, где журналы представлены в журнальном зале русского журнала, это «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь» и так далее. И бывает, конечно, что одни и те же писатели печатаются и в таких, и в других журналах, но это абсолютно два разных, не пересекающихся, параллельных, в основном, в целом, пространства, каждые со своими критериями. А если говорить о читательском сообществе, насколько актуальны те или иные идеалы для современного обывателя, или он находит их в произведениях других эпох? Ну, на самом деле, слово «идеал», да, оно же очень старое. И в этом смысле сначала можно как-то подумать, да, о применимости слова «идеал», собственно, к современности, да. Опять же, опять же, слово «идеал», да, оно очень сильно связано с некоторой системой взглядов на мир, которая побуждает, пронизывает, так сказать, да, всю жизнь человека и побуждает его поступать так или иначе, да. Да, эта система взглядов на мир, она называется мировоззрением. Вот, ты опирается на определенные философские истоки. И, в общем-то, постмодернистская философия с ее, так сказать, тотальной иронией, да, и деконструкцией, как бы, да, покончила с вот этим самым мировоззрением, которое ориентируется на определенный идеал, да, то есть на что-то, так сказать, чему надо стремиться, но чего пока не существует. А вот, с одной стороны, с другой стороны, те процессы, которые происходят, ну, вот, с недавнего времени, они, как бы, опять востребуют вот это вот, востребуют некоторого морального императива, да, они опять востребуют, так сказать, некоторого такого понимания, что хорошо, что плохо, да. То есть люди, безусловно, в этом сложном, в том сложном мире, в котором мы сейчас живем, люди, безусловно, так или иначе нуждаются в определенных ориентирах. И вот сейчас, на мой взгляд, происходит как раз борьба на поле этического, то есть происходит борьба за, скажем так, за эти ориентиры, за то, чтобы давать эти ориентиры. И вот разные идеологические, скажем так, инстанции, да, претендуя на то, чтобы, так сказать, стать, каждая, так сказать, стать главным, да, главным таким поставщиком, да, вот этого вот морального императива, да, они как раз вот сейчас, что ли, находятся в состоянии такой вот легкой, мне кажется, конфронтации. Я это, по крайней мере, так вижу. То есть идеал – это то, что ты принимаешь без какого-то, без рефлексии. Идеал – это то, что ты принимаешь очень наивно и как бы глубоко навсегда и так далее. Возможно ли для современного человека такое приятие, я не знаю. Сегодня организуется большое количество различных литературных вечеров, фестивалей, выставок и так далее. Насколько это нужно литературе, вот это столкновение видов искусства, организациях, мероприятий на стык искусств, оно действительно делает литературу более популярной или, наоборот, привносит нечто лишнее для современной литературы? Это же даже не для популярности. Просто новое каждое пространство, да, оно что-то привносит в сам способ производства текста. Оно, конечно, обогащает, оно ставит перед литературой какие-то новые задачи, и оно так или иначе литературу обогащает. Вот. Я не знаю даже, скажем так, что может литература обеднить, что может литературе помешать. Ну, честно говоря, я не знаю. Скорее всего, литературе может помешать только жёсткий заказ, да, только её жёсткое регулирование, потому что литература – это свободное творчество, и её невозможно, да, невозможно поставить ей рамки, что там должно быть, да. А если это сводится к тому, что, да, литературу ставят в рамки, да, здесь не должно быть того-то и того-то, образуется, и это не может её убить, а наоборот образуется изоков язык, образуются всякие обходные пути, как всё-таки сказать то, что хочешь, но другими словами, да. Вот, в этом смысле литературу ничто на самом деле не может как-то испортить, да. Ну, и тем более какие-то новые выходы, да, литературы к публике, какие-то новые способы её бытования, конечно, не могут с ней ничего плохого сделать. Я в этом совершенно уверена. А вот не мешает ли это разнообразие восприятию каких-то серьёзных вопросов, рассуждению о серьёзных и достаточно глубоких вещах? Литература стала чисто письменной, да, предназначенной для чтения про себя и глазами очень недавно. Она просто, может быть, сейчас постепенно возвращается к своим истокам, потому что сначала литература была абсолютно исполняемой, да, с какой-либо, ну, скажем так, сцены, эстрады, площадки. А вот сначала она бытовала просто как бы между людьми устно, как импровизация, да ещё и сопровождаемыми музыкальными инструментами. Да, это было, правда, это было в архаическую эпоху. Ну, почему бы не вернуться обратно? Вот, мне кажется, что это ни от чего не отвлекает. В конце концов, условно говоря, если кто-то получил литературу в такой обёртке, да, современную, и вообще увидел, что существует такая штука, он может пойти и дальше, и посмотреть, а что там ещё есть, и найти что-то для себя. Вот вы упомянули заказную литературу. Если говорить о литературных проектах, о современной билетристике, то есть о тех группах автор и о тех произведениях, которые направлены именно на получение выгоды, она никакой сегмент рынка занимает, их много или, наоборот, их мало. Ну, во-первых, билетристика – это не то, о чём вы говорите. А то, о чём вы говорите, это жанровая литература массовая, да, коммерческая, которая, конечно, никакого отношения вообще не имеет к художественной литературе, да. Это продукция. И действительно, это коммерческая продукция, которая изготовляется. Я просто знаю там людей, которые там пишут детективы с целой группой других людей под маркой там того-то, того-то, да. Или там дамские какие-то романы, да, тоже пишут по определённому шаблону. И там некоторое количество страниц ещё есть, да, там не помню какое, в таких вот карманных изданиях. Но, честно говоря, эпоха вот этих вот изданий, да, как бы даже и заканчивается. Потому что уже довольно давно, да, возник тот слой людей, которые, которые их называли ещё умными менеджерами, и называют иногда какие-то люди, которые по своей деятельности никак не связаны ни с литературой, ни с искусством, но которые, ну, скажем так, хотят иметь некое хобби. И чем-то заниматься достойным в свободное время, как-то себя развивать. Такие люди обычно, ну, там, занимаются какими-то там нетрадиционными способами борьбы там, я не знаю, какой-то, да, восточной. Или там, не знаю, каллиграфией китайской, или ещё что-нибудь такого типа. И они ещё бывают там меломанами, да, и коллекционируют диски, и великолепно в этом разбираются. Бывают киноманами, а бывают, собственно говоря, читателями. Вот, посмотрите, какие у нас блоги читательские, роскошные в интернете. Как много там обмениваются впечатлениями о разных книгах, и современных, и о классике, и как люди спорят заинтересованно об этом. Я считаю, что это замечательно просто. У людей есть возможность материальная, и возможности есть времени недостаточно, чтобы этим заниматься, и чтобы покупать книги. И более того, такие люди, ну, опять же, да, они в ридеры закачивают книжки, или они их покупают, некоторые просто покупают, коллекционируют. И вот именно для таких людей, да, возникли в наших издательствах такие проекты, как, допустим, там, Акунин, да. Собственно, когда появился такой класс читателей, Акунин зарядил вот этот свой проект. Да, это и Чархтишвили зарядил проект Бориса Акунина. Да, а вслед за этим издатели стали делать проекты из хороших прозаиков, которые могут иметь относительно массовый спрос. Вот если говорить о литературе не только как о попытке донести мысль автора до читателя, но и брать в внимание оформление книги. Насколько сегодня, на ваш взгляд, современному читателю важно то, как книга оформлена? Или он быстро открывает обложку, уже обращаясь, в первую очередь, к тексту? Ну, знаете, тут такая есть вещь. То есть я не знаю, у меня нет данных там, да, про то, насколько аудитория там востребует книги, там, так-то изданные или с такими-то иллюстрациями. Я не знаю вообще, есть ли такие исследования, честно говоря, мне было бы интересно их увидеть. Но теоретически говоря, да, что происходит? Сам по себе текст может быть встречен нами где угодно, искачен. То есть он не является таким каким-то редким объектом. Он доступен. А другое дело, что за это скачивание, да, там можно платить деньги, можно не платить деньги. Есть разные точки зрения на этот счет. Но если мы хотим, например, подарить книжку, да, то, конечно, мы будем обращать внимание на то, как эта книжка оформлена. Ну, заканчивая разговор о современной литературе, я хотел бы обратиться к такому явлению, как литературной премии. То есть мнение профессионалов о профессионалах. Насколько сегодня читатель обращает внимание на мнение жюри? И насколько ему важна та или иная премия или то, что какой-то конкретный автор взял определенное количество премий, а другой, например, не выиграл ничего? Дело в том, что если бы с премиями не работали магазины и издатели, да, то, конечно, ну, они бы, ну, как бы они оказывали влияние, да, ну, никак. Но дело в том, что сейчас премия – это тот, на самом деле, побудительный мотив, который позволяет, например, книгу правильно выложить в книжном магазине, да, ну, какое-то видное место. Да, есть же прямо стенды, да, и я смотрю, что писатель – лауреат и премий. И я смотрю, что как раз слово «премия» в этом смысле покупателя книги на самом деле правильно направляет. То есть он просто подходит к этому стенду и берет те книжки, которые кажутся ему там интересными. Ну, и издатели тоже, да, ведь премия, она очень сильно влияет, да, на издателя. И издатель следит за тем, кто получил какую премию, и во многом ориентирует свой выбор. Ему проще работать с таким автором, который получил там премию «Большая книга» там или «Букер», или даже «Нацбест». Ему проще работать с таким автором, потому что, ну, его продвигать легче. Он понятен. Благодарю вас за интересную беседу, за то, что стали гостями нашей программы. Всего доброго. Спасибо вам за интересные вопросы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok списанных крайне торопливым, неразборчивым почерком. Позже эксперты установили, что речь идет об авторской рукописи «Маленького принца». Книги, которая является вторым после Библии самым распространенным переводным изданием в мире. Автограф датирован 1941 годом и содержит отрывки 7 и 9 главы легендарного романа. Больше всего вопросов у исследователей вызвали ранее неизвестные фрагменты текста, найденные в авторской рукописи. В них «Маленький принц», уже посетивший шесть малых планет и изрядно уставший, совершает посадку на Землю. Здесь он видит идущего по дороге человека и говорит себе. «Я иду, чтобы узнать, что они думают о жизни на этой планете. Быть может, передо мной посол человеческого духа». «Маленький принц» подходит к человеку, но тот сильно озабочен. Он поставлен в тупик тем, что в течение трех дней не может разгадать кроссворд и ищет слово из шести букв, которое начинается на «джи» и означает «полоскание для горла». О других событиях и людях в нашем литературном календаре. 23 мая 1876 года родился Александр Алексеевич Кондратьев, русский поэт и писатель. А в 1879 году, 23 мая, Иван Сергеевич Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. 24 мая 1905 года родился русский писатель Михаил Александрович Шолохов, лауреат Нобелевской премии 1965 года в области литературы. 24 мая 1925 года вышел первый номер газеты «Комсомольская правда». 24 мая 1940 года появился на свет известный поэт Иосиф Бродский, лауреат Нобелевской премии в области литературы в 1987 году. 26 мая 1908 года родился Алексей Николаевич Арбузов, русский драматург. 26 мая 1938 года появилась на свет Людмила Стефановна Петрушевская, российский прозаик, поэтесса и драматург, автор сценария культового мультфильма «Сказка-сказок». 27 мая 1903 года родился Иосиф Павлович Уткин, русский поэт и журналист, участник гражданской и великой отечественной войны. 27 мая 1954 года появился на свет Евгений Абрамович Бунимович, русский поэт, педагог, публицист и общественный деятель. Евгений Абрамович – уполномоченный по правам ребенка в Москве и заслуженный учитель Российской Федерации. 27 мая 1994 года Александр Исаевич Солженицын вместе с семьей вернулся на родину после почти 20 лет изгнания. 28 мая 1873 года родилась Ольга Дмитриевна Форш, русская советская писательница. Она известна как автор исторических романов, описывающих революционно-демократическую борьбу в России, например, выдающихся личностей. В этот же день родился Максимилиан Александрович Волошин, русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик. 28 мая 1886 года появился на свет Владислав Филицианович Ходосевич, русский поэт и критик. В этот же день, 28 мая 1888 году, появился на свет Николай Сергеевич Арсеньев, русский философ, историк религии и культуры, поэт. А в 1934 году, 28 мая, родился Олег Максимович Попцов, советский-российский журналист, писатель и политический деятель. 29 мая 1787 года родился Константин Николаевич Батюшков, русский поэт, предшественник Пушкина. А в 1892 году, 29 мая, появился на свет Иван Сергеевич Соколов-Микитов, русский и советский писатель. Ну вот, на сегодня пролистали все. Но помните, ночную встречу с хорошей книгой, как и с нашей программой, откладывать не стоит. И ровно через неделю мы вам вновь расскажем о событиях и людях, новинках и классике. Место встречи – телеканал «Просвещение». Встретимся и полистаем. Место встречи – телеканал «Просвещение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова